Музыка Лозунгом нашей сегодняшней пресс-конференции стал лозунг «Беззаконное правосудие». Музыка Все началось около двух лет тому назад. Когда руками бывшего председателя правления Цедрики кто-то решил провести так называемый «мягкий захват». Президиуму был представлен человек на должность директора художественного руководителя Цедри, хотя Погорелову никто не увольнял. И было сказано, что этот человек, и что именно благодаря тому, что мы примем на работу этого человека по фамилии Цепулин, на дом посыпется манна небесная, потому что выделят огромные деньги на ремонт и старого, и нового здания, и оба здания отдадут Цедри. Никаких документов, подтверждающих такое решение Москвы, у нас не было. Более того, Цедри не раз обращался в правительство Москвы с просьбой принять их в качестве одного из учреждений культуры. Москва ответила отказом. Далее пошло по нарастающей правительство Москвы, комитет по имуществу, но это лучше знают адвокаты, я без номинований статьи инициировала иски наших арендаторов. Цедри их поддержал и выдвинул встречный иск. Я не вернусь, если у вас возникнут вопросы, вы зададите их юристам, они здесь присутствуют. После долгих судебных разбирательств, здесь есть человек, благодаря которому это все произошло, наш адвокат Пешаков, и он представляет свою контору, он вам ответит на этот вопрос. Закончилось тем, что в феврале 2012 года суд поставил последнюю точку после 9 заседаний в деле о собственности на это здание. Право собственности признано за Центральным домом работников искусств, автономной некоммерческой организации. Вскоре после этого, буквально на следующий день, было открыто уголовное дело по факту фальсификации протокола и фальсификации записи в Едином государственном реестре юридических лиц. Именно по этому делу к семи членам правления, в том числе к Станиславу Федоровичу, ко мне, к Елене Киселевой, к Ирине Карелиной, мы все здесь. Вы можете задать нам вопрос, как это было весело. И к директорам Центрального дома работников искусств в один день, в ранге не ниже подполковника, вошли в дом, разбудили соседей, выбрали в качестве понятых, и началась процедура обыска. Естественно, каждый из нас понес репутационные потери, безусловно. И это было страшно, и не скрою я, если кто-то скажет, что не страшно, когда в 6 часов утра, где есть в семье дети, внуки, приходят и с обыском, с понятыми. Да, я вам хочу сказать, я не из пугливых людей, но это страшно. Это действительно страшно. После этого нас фактически насильно привезли в Следственный комитет, никаких обвинений не предъявили, выяснялось, было или не было заседание. Это уголовное дело было только поводом, как мы сейчас понимаем, для того, чтобы войти в Центральный дом работников искусств, провести обыск. Они искали документы на здание, они искали подлинные документы о регистрации. Все, что касается здания, даже в инструкции, случайно оставленной в кабинете Погореловой, было указано оперативникам, что они должны искать. Они должны искать не протоколы правления, хотя опротестовывался как раз протокол правления, считалось, что мы его подделали. А документы на здание, так как предъявить обвинение некому и не в чем, из него выделили второе уголовное дело, но так как материалов, которые могли бы дать основания для уголовного преследования Смирновой или Погореловой, любого из руководителей этого дома у них не было, они спровоцировали это начало уголовного дела следственным экспериментом, как они его называют, следственным внедрением. Некто Петрушина под видом ориентатора пришла в Центральный дом работников искусств, с ней был заключен договор на аренду нежилого помещения, и определена сумма этого договора, которая была благополучно переведена на счет Цедри. Зачем, почему и по каким основаниям эта Петрушина передала 600 тысяч рублей человеку по фамилии Киршонков, который никакого отношения к Цедри не имеет, он не является сотрудником Цедри, он не является личным другом кого-то из руководителей Цедри, она передала ему 600 тысяч. И как мы знаем, оперативники долго уговаривали и даже заставляли его зайти в кабинет к Смирновой и просто положить эти деньги. Он отказался, но это их не смутило. Смирнову задержали, но не просто задержали, ее в 21.00 после обыска в Цедри, который начался одновременно с этим следственным экспериментом с задержанием, Киршонкова с поличным, ее привезли в 21.00 в качестве свидетеля по первому уголовному делу по изменению ЕГРЮ, и более чем через три часа в нарушении закона задержали по обвинению в коммерческом подкупе. При этом даже не потрудились изменить заранее приготовленное постановление о задержании, поскольку в нем говорилось о том, что Смирнова была задержана на месте преступления. Преступления не было. Смирновой на месте преступления не было. Этому есть множество свидетелей, в том числе и люди, производившие обыск, сами оперативные сотрудники. Не было никакого преступления, не было задержки на месте преступления. Они сослались на показания свидетелей, которые на нее указали. На последнем суде адвокаты потребовали от судьи зачитать эти свидетельские показания. Мы пришли в ужас, те, кто были на этом суде, там нет ни одного слова, указывающего на Смирнову. Все свидетельские показания сводятся к тому, что была договоренность с Киршенковым, который выдавал себя за юриста Цедри. Но это не проблема Цедри, если кто-то выдает себя за его юриста или что-то в этом духе. Адвокат Буров, к сожалению, чуда не произошло. Но чудеса в нашей судебной системе – это огромная редкость. Очень сожалею о том, что не услышан был ни один наш аргумент. И если ставить вопрос об изменении меры пресечения – это достаточно серьезное решение для судьи, то мне, например, непонятно, почему те ограничения, которые были наложены раньше, они до сих пор сохранились. О продлении меры пресечения Смирновой Елены Владимировны, обвиненной в уголовном преступлении, если позволите, я не буду называть статьи, под названием «Коммерческий подкуп». По-русски говоря, взятка. Ее обвинили в том, что она взяла взятку с арендатором, хотя никаких доказательств следствие не представила. Трижды проходили суды о выборе ей меры пресечения, и трижды эти суды, даже четырежды, включая апелляционную инстанцию, невзирая на рациональные доводы адвокатов, на отсутствие каких бы то ни было оснований для ареста, для задержания, на отсутствие в деле документов, свидетельствующих о ее виновности, на основании которых даже подозревать ее можно было бы или нельзя. Суды продолжают упорно продлевать ей меру пресечения домашний арест. Мы рассматриваем это как целенаправленное удушение деятельности Центрального дома работников искусств. Целью этих домашних арестов является невыяснение истины, так как за последний месяц ни одного следственного действия, как показывают материалы дел, проведено не было. А обезглавливание дома с тем, чтобы его работа развалилась, чтобы потихоньку можно было инициировать еще одну попытку захвата. Я понимаю, что система действует, продолжает действовать, и что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, пробить эту стену действительно пока не получается. Мы надеялись, что судья решится пойти поперек системы, но она не решилась, хотя было видно, что человек умный, вдумчивый, но против лома нет приема. Мне обидно, что меня ни за что держат, мне обидно, что поливают грязью со всех сторон, и обидно за нашу страну, в которой забыли слово медицинского. Наши члены правления, актив, они все бескорыстно служат дома, они не берут деньги за концерты, которые устраивают для зрителей, они служат дома и служат зрителям, служат в Москве, в конце концов, в москвичам, и почему город хочет отнять у нас дом, или кто-то, пользуясь какими-то связями в следственных органах и в правительственных органах, так борется лихорадочность цедриль, я не понимаю. Я знаю, что я задержана без причины, я ни в чем не виновата, я виновата себя ни в чем не считаю, и удивительно, что вот распространятся слухи о каких-то миллионах, которые я брала, удивительно, просто мне это непонятно, ну пусть это остается на совести тех, кто такие вещи во дворе. Хватит? Мы же продолжаем работать сидя дома, мы же не сидим просто так, да? И плюс я действительно думаю, что мы будем биться, стараться выйти из этой ситуации. Мне лишь бы хватило силу нашего художественного руководителя, чтобы ее поддержали, чтобы как-то это... И чтобы дом не рухнул без меня, я постараюсь и из дома как-то помогать дом. Из дома, дом это хорошо. Доводы защиты обоснованы. Доводы защиты апеллируют к закону. Доводы обвинения построены на пустом месте. Кому-то очень хочется заполучить Центральный дом работников искусств, вернее, его здание. Сейчас этот кто-то сидит, потирает руки. Смеется над нами смешанными, жалкими, маленькими людьми, которые пытаются сделать вид, что они защищают культуру. Главное, они искренне верят в то, что они защищают культуру. А вот этот кто-то с большими деньгами, с большими связями, сказал, ну, я просто хочу вот это, и мне наплевать, что вы живете в этом доме. Мне наплевать, что там происходило в течение 85 лет. Вы мне должны. Помните, как в сказке Крылова? Ты виноват в том, что хочется мне кушать. Вот именно в этом виновата Смирнова. И все вы, если им удастся сожрать ее, им удастся сожрать и всех нас по очереди. Поэтому мы будем бороться. Мы будем защищать ее. Насколько хватит наших сил и здоровья. Молодец. Мы будем говорить, давать показания. На основании этого мы будем когда-то действовать о проведении дополнительных следственных действий. Например, такие, как очная ставка. Я не буду говорить с кем, когда и что. Но тем не менее, потому что есть нестыковка, есть противоречия в показаниях. И действительно, те люди, на которые ссылаются, мы знаем, что они объективно этого не говорили, и не давать показания, а в протоколах это имеется. Поэтому мы вот эти разногласия будем фиксировать. Как бы там оно дальше ни шло, но нам нужна сейчас активная позиция для того, чтобы потом аргументированно на это ссылаться или в период предварительного следствия. Наши адвокаты, которые в пух и прах разбили все доводы по поводу задержания Смирнова. Все буквально суд выслушал, улыбнулся и оставил, кто продлил сохранение под стражей. Все доводы, вот я могу как свидетель, удивительно, профессионально, вот так объективно, когда человек, я вот пришел и попытался быть, как бы так сказать, сторонником, чтобы я услышал. Все доводы были конкретные, четкие, внятные, и суд принял то решение. Поэтому вот ваша, так сказать, стратосфера, нельзя никого конкретно откинуть. Но факт остается фактом, что человек под стражей, не застражей. Не под стражей, не застражей. По домашней, прощей. Но под, так сказать, ограниченной свободой. Спасибо, спасибо большое. Вы понимаете, насколько мы осмеяны, насколько мы унижены, насколько мы раздавлены. Я когда-то в советской стране, помню мальчиком, был такой журнал «Америка». Тоже помните, старшие люди. И вот в Америке, в этом журнале, там были картинки, там ничего не было такого, чтобы его не смотрел советский народ, но он был такой элитарный. Его там видели, там, 15 экземпляров на область приходило, и не более. И там я читал одну статью, обращался ко президенту. Мой президент. Было написано в начале статьи. И я всю жизнь, сколько живу, я мечтаю, это живу, это того времени, когда я смогу обратиться. И поверить в это. Так кому? Вот сегодня, мне есть что сказать. Мне есть что сказать и о Леночке, которую я глубоко уважаю и считаю ее архипоряд... Мало порядочных, я считаю ее архипрофессиональным. Доктор экономических наук с образованием еще китиса. Пришла в этот дом, да на руках носить надо. Не бандит какой-то с улицы пришел, не человек, желающий устроить стриптиз в этом доме, а пришел образованный, нашими проблемами полным, нашими проблемами живущий. Разрушать и губить это вот, как говорится, возвращено уже 80 лет этому зданию, этому миру, это преступление. Красальное преступление. Вот с этим мы должны бороться. Спасибо большое. В настоящее время идет борьба у дома Телишева, в АПИК Московский, в Московской области тоже самое отбирают. Отбирают дом учителя, отбирают центри. Может быть, действительно нам объединиться и от лица вот этих домов направить президенту и правительству петицию, письмо, протест, я уж не знаю как. Обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину как последнему гаранту нашей культуры. Обратите внимание и помогите Владимиру Владимировичу решить этот вопрос. Мы все равно будем действовать. То, что сегодня в год культуры идет нападки на объект исторической важности и культурных ценностей дома работников искусств, которые имеют богатейшую биографию свою. И вот сегодня становится страшно. Страшно не потому, что люди потеряли потеряли извините потеряли ориентиры в обществе. И сегодня культура как по себе декларативно говорят о защите ее прав. И сегодня я признателен всем, кто в самые трудные минуты не оставил этот дом и плавка благодаря вас каждому из вас неравнодушных людей мы дом сохранили. Дом работает полнокровной творческой жизни. И я думаю, я думаю, дом этот все равно останется за творческой интеллигенцией, а не за кучкой людей, которым все мало, сколько бы они не захапали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...